Магистраль Здравствуйте, уважаемые телезрители! Как говорится, с первым вас снегом. С первым снегом и с первой программой о трассе М1. Трасса М1 связывает Минск-Москву, Брест-Москву. На территории России она называется трасса Беларусь. И вот как говорят, что это лучшая трасса в России по качеству. Но хочу вам сказать, что Википедия дает такие знания, что трасса М1 покрытие на дороге в Москву чуть хуже, чем покрытие на дороге из Москвы. Это мы проверим в течение всех наших передач. А сегодня, вот вы слышали, что в начале программы прозвучала такая ритмичная музыка. Сегодня мы хотим, да я и сама хочу, познакомиться с автором этой песни. И просто хочу попросить его подарить для нашей программы эту песню. Мы пока едем по Минску. И хочу вам сказать, что мы решили начать целый цикл программы М1 именно от нулевого километра Минска. Я так думаю, что нулевой километр – это такая хитрая вещь. Я так думаю, что он есть в любом городе, в любой деревне. Вот в Минске он учрежден не так давно. Но на нем, ну вот как сказать, к сожалению, там совершенно нельзя стоять машине. Поэтому я вам только расскажу о том, что такое нулевой километр в Минске. Там расположены надписи о том, сколько до чего километров. Я так думаю, что на нулевом километре в Минске написано, что до Москвы 741 километр. Я так думаю. Но я не знаю, как на самом деле. Там нас ждет наш режиссер Лилия с гостем, с автором песни «Магистраль» Сашей Немо. Несколько слов о Саше Немо. Это популярный белорусский певец. Очень хочу, чтобы его полюбили и в России наши российские зрители. Точно так же, как любят его у нас. Саша Немо вот сейчас, вот в эти дни, он очень занят. Спасибо ему, что он согласился с нами встретиться. Дело в том, что Саша Немо подал заявку на участие в Евровидении. Вот сейчас тормозите, пожалуйста. Дмитрий, тормозите, пожалуйста. Здесь нас должны ждать Лилия и Саша Немо. Вот они, вот они, вот они. Это приятно. Они так. Быстрее, 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 ребята, быстрее. Потому что сейчас милиция к нам точно подойдет. Здравствуйте. Тамара Григорьевна, Александр. Лилия, посадите, если вы поехали. Я поехала, я на связи. Все, всего доброго. Так, хорошо. Ладно, на связи. Пока. До встречи. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада знакомству. Так, у нас с вами глаза абсолютно, по-моему, одинаковые. Ой, интересно. Слушайте, я смотрю на вас, и такое ощущение, что вижу себя. Я вижу себя, как в зеркало. Это Антонов? Да. Знаю. Я вот единственное, что знаю из вашей биографии очень хорошо, что вы в детстве очень любили Юрия Антонова. Да. Да, любила, посажу. А я любила во взрослом возрасте. Так, Саш, сразу вам хочу сказать. Огромное вам спасибо за песню «Магистраль». К тому, что я много лет провела в России, плохо знаю ваше творчество, ну и вообще в силу возраста, наверное, уже немножечко по-другому отношусь к популярной музыке. Хочу вас спросить сразу. Песня «Магистраль» полностью ваша? Слова, музыка? Да, конечно. И аранжировка, и все сыграно мной, и записано. Спасибо. Дайте вам руку, пожалуйста. Да, пожалуйста. Можете нам чуть-чуть напеть «Магистраль»? Чуть-чуть? Да, конечно. А я вам подпою. А, наверное, припев, да? Вы знаете, что я даже слова, как бы, они настолько ложатся. Вот честно вам скажу, это моя любимая песня из ваших. Это единственная песня, которую я знала, живя в Москве, понимаете? Ну, надо с чего-то начинать, правильно? Ну, хорошая песня. Хорошо, тогда припев, наверное, да. Да. И мы не пятимся закрытыми глазами в обход. Мы едем только вперед, мы смотрим только вперед. И перед нами раздвигая горизонт на вулань. Бежит моя магистраль, бежит твоя магистраль. И может быть, мы не успеем, или нам повезет. Мы едем только вперед, мы смотрим только вперед. И наша карта нам верна, как под обшивкаю встань. Бежит моя магистраль, бежит твоя магистраль. Кстати, мы сейчас едем по дороге, трасса М1, не в сторону Москвы, а в сторону Бреста. И эта дорога ко мне на родину, к маме, в Слоню. В Слоню. Мы не довезем, но покататься, покатайся. Качество покрытия, конечно, просто песня. У нас можно ездить спокойно. Я бы, допустим, никогда в жизни в Калугу не поехал бы на своей машине. Да, а что в Калугу? Ну, мы туда часто ездили уже. Потом Курск, Тверь, Тверская область вообще для меня очень... Вы что, все-таки катаетесь по России? Да, конечно. Я вообще-то патриот. И когда даже чувствуешь, что, может быть, где-то в чем-то мы отстаем, где-то что-то хуже, я в любом случае это буду пропагандировать, в любом случае буду это называть лучшим. Девочки, смотрите, кого я вам привезла. Знаете этого парня? Сейчас посмотрим. У вас диски Саша-Нэй продавались? Продавались. Сам у вас заправлялся пару раз. Да, вот, смотри, человек знает. Сейчас посмотрим. А, видите, у вас... Все продано. Да, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. А для тебя важно? Вот узнают тебя или нет? Нет, я стесняюсь, если честно. Серьезно? Почему? Трудно сказать. А вот что в твоем райдере самое такое крутое? Вот что у тебя в райдере? У меня нету такого райдера. Ну что, ищи, пожалуйста. Ну, я сразу заметил по этой обложке... Даришь народу? Да, я сейчас скажу за денежкой, я куплю и подарю. Дима, ты можешь... Я с собой делю. Да, ты можешь выдать 16 500. Нормально, покупаю. Слушай, у тебя точно 16 500? Да, я знал. Я был готов. Дима всегда готов ко всему. Саш, Надя, покупайте. А я... Ну, стандартные какие-то у меня фразы, конечно, есть. Удача, любви. Ага. Вот посмотри, вот я чувствую, что этим обоим девушкам, обеим девушкам нужна любовь. Смотри, смотри, как она хорошо показала, что у нас ее хватает, да? Конечно, потому что у нас, наверное, клиенты всегда только мужчины, правда? Девочки, а что чаще всего покупают, скажите, пожалуйста? Бензин. Водка. Кстати говоря, вот в Беларуси подорожала водка на сколько-то, на 25%. Пожалуйста. Вот, девочки, удачи. Рекламируйте нам нашего певца. Алло, Лиля. Вот у нас, к сожалению, нет диска. Я-то думала, что Саша возьмет диск с собой, а он его не взял. Пожалуйста, приедь за Сашей, и он тебе диск даст для нашей программы. Хорошо? Угу. Вот. Скоро подъедет Лиля, может быть, в деревне. А мы пьем кофе. Вы знаете что? Я вам... Так, вот у нас сейчас, наверное, будет остановка. Я вам еще скажу. Ведь мы не только будем говорить с собеседником, и, скорее всего, не для этого передача, а для того, чтобы посмотреть, кто и как живет вдоль трассы М1. Понимаете? Мы хотим заходить в дома, в деревнях, в городах, рассказывать про эти деревни. Но тогда, как автомобилист, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что я больше углублюсь в то окружение, которое происходит вокруг меня, когда я еду непосредственно за рулем. А вам хочу пожелать хороших собеседников и приятной ровной дороги. Вот, вот, Дима, да. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Я Сашу забираю, Тамара Григорьевна. Срочная репетиция. Диск привезла. Саша, поехали. Спасибо. Вручаю. Ваш пророк. Ой, спасибо большое. Саш, в общем, ваша магистраль будет, я не знаю, будет все время с нашей магистралью. Спасибо вам, удачи вам. И я вам желаю в ответ того же, чего вы пожелали нам, чтобы на вашей дороге встречались только хорошие люди. Спасибо большое. Лилечка, пока, спасибо. Счастливой вам дороги. Да. Не замерзайте. Спасибо, да. Спасибо, до свидания. Спасибо. Мы едем по трассе М1. Мы, как мы вот обещали нашему гостю, мы будем сворачивать везде, смотреть, как живут люди. Короче говоря, у нас такая цель, прямо мы как выпуск новостей. Ну, давайте, Дмитрий, где-нибудь остановимся, познакомимся с местными жителями. Вот где дорожка протоптана. А может быть, у кого-то даже дым идет из трубы. Как вас зовут? Саша. Саша, очень приятно. У нас второй гость сегодня на программе, тоже Саша. Вы говорите, что вы 20 лет здесь живете. Ну, и как здесь живется? Что здесь есть? Где вы работаете? Чем вы тут занимаетесь? Что вы тут, может, выращиваете? Как вам живется? Вообще-то здесь в колхозе у нас здесь... Колхоз, да? Колхоз работает, действует? Ну, вот Лукашенко создал указ, построил ферму. Сейчас реконструкция идет вот здесь, в Боровиках. Ну, а есть комплекс здесь рядом, Томкович такой. Ну, здесь же проезжают из-за рубежа, это все смотрят. Правда? И Лукашенко часто бывает. Так подождите, а вот это вот дорога, если Лукашенко здесь бывает. Ну, вот как это? Или это считается хорошая дорога? Это видно из-за первого снега, да, Саша? Конечно, вот это разбило. Ну, здесь гравейка. А дальше все, асфальт, бетон. Пьют в деревне? Вот я смотрю, вы человек не пьющий, по-моему, да? Ну, так что. Нету такой деревни, чтобы люди не выпивали. Ну, я не могу об этом каждого судить. Я нет. Да. Пока. У меня своя лошадь, у меня свой сезон. Я должен отработать. Вот где-то я в это время все время там пыхал, где-то людям помогал. Ну, вот такой сезон нельзя, конечно, выпивать, иначе потеряешь. А так вещь не надо. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Удачи вам. Спасибо. Ну, что, поехали дальше. Вот такие курганы, вот такой Александр, который нам рассказал совершенно удивительные вещи. О том, что в Беларуси восстанавливают старые фермы. Молодцы. Здравствуйте. Меня зовут Тамара. Мы снимаем программу про трассу М1. Вас как зовут? Андрей. Андрей. Очень приятно. Расскажите нам чуть-чуть про свою работу. Вот куда вы сейчас едете? Вот нравится ли вам трактор Беларусь, в конце концов? Нравится. Нравится? А что в нем хорошо? Вот у вас сейчас ноги не мерзнут, потому что мы едем. Вот этот вот первый снег задержал нас вообще невозможно как. Ноги не мерзнут? Нет. Или у вас зимние сапоги? Нет. Зимние, а вы хитренький. А где вы работаете? В колхозе или вы частник? Плодоводство. А? Плодоводство. Плодоводство? Это какое-то... В институте вы работаете? Во, здорово. И чем вы там занимались вот все лето? Ягоды, кустарники в Раши. А какие ягоды? Все ягоды, ржеванник, сморозина. Ага. И вот теперь вы как бы их уже переработали, уже все сдали, да? Да. Да. И вы вот все время работаете на тракторе, да? А когда холод придет, чем вы будете заниматься? Ржанику возить. А, все равно на тракторе. В нем на самом деле тепло, да, зимой? Да. То есть он изнутри отапливается? Ну вот, посмотрите. О, так у вас можно погреться даже, да? Классненько. А скажите, где вы живете? Там, в Самохвалович. В Самохваловичах? А вы знаете, почему они так называются, Самохваловичи? Не знаете, там все такие хвостуны или нет? Вот вы любите похвастаться? Нет? Или любите? Не знаю. Не знаете? Скажите, пожалуйста, зарплаты хватает на жизнь? Хватает. Хватает? Или чего-то еще хочется? Вот чего вам хочется, да не можется, а? Много чего хочется. А чего, например? Машину новую. А есть уже старая, да? А какая у вас? Сейчас. А, а что хочется? Мерседес? Правда? Ой, давайте я вам пожелаю, чтобы вы купили Мерседес. Знаете, через когда? Через два года. Давайте. Верите, что будет это? Наверное. До свидания, Андрей. Счастливо. Спасибо. Вот, Андрей поехал перевозить пустые ящики. Слушайте, Дмитрий, что мы выяснили? Оказывается, здесь есть какой-то институт плодоовощевой. Вот. И они тут все лето занимаются выращиванием кустарников. Я, конечно, настолько была впечатлена этими ягодами, что даже не спросила, где эта наша замечательная пятевщина. Но мы пожелали этому парню, Андрею, купить Мерседес через два года. Он мечтает о новой машине. Здорово. Теперь-то я знаю, как ударение правильно в этом слое. Я все время думала, что это пятевщина. А на самом деле, вот на белорусском языке это звучит так. Пятяушчина. У белорусов есть такое правило, е переходит у я, у первшем складе перед натиском. Ну, короче говоря, понятно, да? То есть правильно оно звучит, Пятяушчина. Знаменитая Пятяушчина. И вот сейчас я хочу спросить у местных жителей, знают ли они, чем знаменита их деревня. Здравствуйте, меня зовут Тамара, мы снимаем передачу про деревню. Вы скажите, вы давно здесь живете? Давно, самый маленький год. А сколько вам лет? Уже 75-й. Дай бог вам здоровья, и что настолько. Как вас зовут? Владимир. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Живу один. А, один, наверное, тяжело. И все, женка померла, в другом году 30 будет. 30 я должен померла, а что в другой раз не женились? Она что я, привык один до всего. Правда? И сам себе готовите, сам себе вот курочек держите. У меня дедащи в Минске живут. Ага, не, ну так. Приезжают. Ну и что они? Проводят, приготовят тоже. А то сам зато что-нибудь. Ага, и что вы готовите себе обычно? Что попало? Ничем нас не угостите сейчас, не? Не. Как ты посупаешь в магазине купишь? Вот так тое-сое. Ну так не скучно жить? Ну кажется, помаленьку. Ну туговато трогаю. Туговато. Ну понятно. Не, я смотрю, вы бодрячком такой. Вы бодрый такой. Чёртом бодрый. Понятно. А в гости ходите к кому-нибудь? В гости? В гости. Не. Не? А к вам кто ходит? Тоже не. Чего? А у нас молодой нема. Тут сейчас старые такие даршники. Понятно. Таких нема. Понятно. Яна-то не любитель ходить. А приди, позираю тебе скот. Понятно. Ты садил в хате. Так а что вы делаете целый день? Телевизор смотрите? Телевизор. А что рабить? Ну правильно. Пенсии хватает на жизнь? Хватает пока. Пока. Миллион восемьсот дают. Миллион восемьсот? Ой, хорошая пенсия. Стоистом рабил, семнадцать год прорабил. Ага. Сорок триггады штажа обошел. Ой-ой-ой. Согол меня. Ой-ой-ой. Хорошо. Ну, бригаду ходил, настройцы рабил трофи в колхозе. Угу. А там на трактор все. Ага. Мышь, году пять шофером прорабил. Вот так хоро. Ну, понятно. Слушайте, а вы не завидуете тем дальнобойщикам, которые на трассе ездят? Не завидуете? Нет. Нет? Не хотели бы быть дальнобойщиком? Не хочу. Нет? Не хотел бы? У меня был белорус, а после маленьких два штуки съездил в семнадцать год. Ага. А то лежу на пенсию, все. И сижу дома. Ну, понятно. Ну, дай бог вам здоровья. А где тут усадьба у вас была, панская разваленная? Усадьба, панская хата. А это я не скажу вам. Не скажете? Не знаете? Не знаете. Ну, ладно. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. Ну, вот такой вот справный дед Володя с двумя дочками, который в гости не ходит и сам в гости не зовет. Ну, поехали дальше. Я с ним как стала, Дмитрий, говорить, так и забыла сама, кто отсюда родом. Как говорится, интернет нам поможет. Федор Пастернацкий родился в этой деревне Петяушчино. Он описал симптом, который так и назвали симптом Пастернацкого и предложил метод пальпации почек. Вот какой знаменитый тут у них земляк, а они про него и не знают. И вот видите, здесь есть остатки усадьбы, но никто про них не знает. Удивительная деревня Петяушчино. А мы пойдем, вот выйдем к памятнику. Он так стоит на краю деревни. Мы просто подойдем к памятнику и посмотрим. Такая красивая такая композиция, мне так кажется. Слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. А может этот человек, пойдемте-ка мы, или мы с ним уже говорили. У меня такое ощущение, что они все одинаковые. А вы не подскажете, где здесь развалены панской усадьбы? Нет, и даже не в курсе. Потому что в интернете дают, что здесь есть развалины панские. И мы его не можем найти. Не в курсе. Не знаете? А клуб пейнтбольный где? Клуб, вот вам надо сейчас назад вернуться. Нет, именно не клуб, как дом культуры, а клуб пейнтбольный, там где стреляют шариками. Вот вам надо вернуться, да, вот где общежитие стоит, вот это здание двухэтажное. Там вы увидите сразу. Есть, да? Часто тут бегают эти? Ну, бегают, бегают. Да, бегают в любой сезон, да? Ну, я знаю, даже заказывают люди, приезжают. А местные играют? Да, да, да. Правда? А вы? Я нет. Нет? Или вы просто любите по-настоящему охотиться? У меня большое хозяйство, и мне некогда. Правда? Большое хозяйство у вас, у самого Игоря, да? Да, да. То есть вы содержите, вы не работаете, а только вот как бы частный предприниматель, да? Да, пока я не работаю, но я с братом живу, с семьей. Да. Так что я по хозяйству. И что вы там держите? Много чего. Ну, расскажите, ну, свиньи, коровы. Свиньи, индюки, кролики. Много индюков? Наверное, 16 или 17. Ой-ой-ой, вот сейчас, смотрите, вот вдруг внезапно пришла зима, упал первый снег. Вы к нему были готовы, нет? Ну, как бы, да. Яблоки убрали? Да. А нет, у нас еще дом молодой, так что мы строимся только, у нас деревья еще не очень. А, ну, понятно. Первый год, как бы сказать. Ну, сейчас вот индюки, сейчас же будет индюков начинать бить, нет? Сегодня уже забили. Да! Так что можно на свеженок вам? Можно, пожалуйста. Красивая, дом 8. Такая улица? Да. Так называется? Так называется. Потрясающе. Красивая, дом 8. Здорово. Спасибо, пусть наши зрители к вам приходят на индюков. Ладно. Спасибо, до свидания. Ну, вот смотрите, чего я, правда, не ожидала, так это признание в любви прямо на автобусной остановке. Ну, вот смотрите, Петевщина как бы не обманула наши ожидания. И памятник мы увидели. И вот сейчас, Дима, мы все-таки нашли этот пейнтбольный клуб. И люди даже знают, что это такое. И вот как бы говорят, что даже приезжают люди сюда. Я так думаю, что это где-то здесь. Внимание, внимание. Немедленно всем покинуть территорию. Стреляем без предупреждения. Стреляем без предупреждения. Здравствуйте. Как вас зовут? Николай. Николай, расскажите, пожалуйста, как вам вот эта трасса М1? Как бы нормально, все время катаемся. Ну, вы ездите туда, за границу, в Польшу все время? Нет, не только Польша. Испания, Франция. Здорово. Романтика, да? Романтика, вот по-честному скажите. Жизнь мечтал, как говорится, на таких машинах ездить, но как-то устроился. То есть свобода, романтика, сам себе хозяин. Вы один едете или у вас там напарник? Нет, один. Один всегда работаете? Тяжело? Ну, иногда бывает тяжело, когда спешишь, там, это скоропорт какой-то, там, вот, фрукты, овощи. Как бы напряжно вот это получается. А так вот, как сегодня везут такой простой груз, бытовой, там, тарелки, миски, там, такое-то, якобы. А что вы сегодня завтракали, расскажите? И где вы завтракали? Так, завтракал дома. Дома, в Бресте, да? Дома, в Бресте, да. Жена сделала свежую колбаску домашнюю. О, здорово. А у вас где-то есть хозяйство или... Тещу же выберем. Ага, и держат, да, кабанчика, закололи кабанчика, сделают, ой, могу только позавидовать вам. Да, вот такие стояночки, это хорошее дело вообще? Да, конечно, конечно. Но здесь не бывает проблем? Нет, в Беларуси вообще проблем нет, если честно. Ну, понятно. Вот в России просто, да, в России уже не станешь где-то так. Где-то надо стояночку ставить, где-то это. Площадь, это там вообще, вот заправка, сразу стоянка, там, все, вообще. Ну, по-западу там, ну, больше как бы такого сервиса. А в Беларуси тут вот даже на дороге ставьте, у вас не то ли троги. Понятно. Ну, ладно, спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Вот скажите, пожалуйста, что вы делаете сейчас? У нас такой контроль дороги. Так. Вот эти вешки называются, да? Столбы сняли, столбы вытащили. Давайте посмотрим, какие. Это сигнальные столбики. А-а-а. Снимаем, ставим деревянные вешки. А зачем? То есть вы их меняете? Меняете? Мы забираем на базу. Для чего? Для реставрации или что? Или это какие-то временные? Наханение, сигнальные вешки. Это для вот этого, для показания, что вот это вот начинается? Ага, это ограничение. И то есть теперь... Ну, и дороги становятся в сторону, на обочину, да? Ага. Машина не заехала. Здорово. Сколько ваших людей сейчас работает здесь? Четыре. Четыре. Это вот сколько вам... Здесь два и там два. Владимир, расскажите, сколько вам надо километров вот за один день пройти? Ну, много. Нам немножко не заставляют. Ну, это понятно. Чем больше, тем... Ну, это понятно. Но это, смотрите, это такой ручной труд. Ну, спасибо. Вот вы должны всю трассу так пройти? Или ваш участок только? Это наш участок. Ваш участок. Это в связи с первым снегом вы так сделали, да? Да. Ай-яй-яй. Не вовремя первый снег, да? Не успели, да? Не успели. Да. Понятно. То есть переходите на зимний вариант. Ничего страшного. Спасибо. До свидания. Ну вот, Дмитрий, вот как хорошо, что мы остановились возле этой машины, потому что это вот дорожная служба. Они вот что делают. Они меняют летние столбы на зимние. Вот как интересно. Вот про резину знаю, что надо менять летнюю на зимнюю. А то, что вдоль дорог оказываются вот пластмассовые столбы, которые стоят вдоль дорог со светоотражателями, это были летние столбы. А вот сейчас они меняют их на зимние. И может быть мы не успеем, или нам повезет. Мы едем только вперед, мы смотрим только вперед. И больше каждой нам билакой под обшивкою сталь. Бежит моя, моя странь, бежит твоя, моя странь. Бежит моя магистраль. Бежит твоя, моя странь.